18 апреля в технопарке Жигулевская долина пройдет стартап-тур фонда Сколково. Важнейшая составляющая – конкурс инновационных технологических проектов. В Самарской области ключевой темой конкурсных проектов станут передовые технологии беспилотных авиационных систем. До 4 апреля стартап из любого региона страны может подать заявку на участие в конкурсе Тольяттинского этапа. Авторы самых интересных проектов будут приглашены в Жигулевскую долину на очный полуфинал. В этот же день состоится гранд-финал. Победитель получит 300 тысяч рублей и статус резидента фонда Сколково. Чтобы принять участие в конкурсе проектов, необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса startup-defistour.ru и выбрать город Тольятти, пишет телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. В Кировском районе прошел первый средник. Сотрудники администрации района и МБУ Кировская наводили порядок на незакрепленной территории социально значимого объекта напротив гимназии номер 133. Проведены работы по ворошению снега, уборке мусора и прошлогодней листвы. Принять участие в месячнике по благоустройству может любой желающий. За инвентарем может обратиться в свою управляющую компанию. В апреле будет проведено 4 санитарных средника и 4 субботника, сообщает телеграм-канал Кировского района. Продолжается запись на курсы компьютерной грамотности для людей серебряного возраста. Пишет телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары. Обучение позволит быть в курсе последних новостей с помощью интернета, общаться с близкими с помощью социальных сетей, записываться в поликлинику, оплачивать коммунальные услуги, совершать покупки онлайн. Программа обучения рассчитана на 3 месяца и разработана с учетом возрастных особенностей. Самарский дворец ветеранов приглашает всех желающих записаться на курсы по адресу улица Мориса Тореза, 103А, кабинет номер 2 или по телефону 261 39 43. Занятия начнутся 6 апреля. 10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года», который проводится в рамках объявленного года семьи и в целях сохранения, укрепления и продвижения традиционных семейных ценностей. Главная задача конкурса – распространение положительного опыта семейных династий, социально ответственных семей, в том числе семей, воспитывающих детей с инвалидностью, семей, принявших на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны, информирует телеграм-канал промышленного района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова